МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо, родные, давайте перед тем, как мы пойдем в слово, давайте поприветствуем те, кто с нами в онлайне. Мы любим вас, мы обнимаем вас, мы знаем, что массы вас находятся там. Даже не видя, мы просто благословляем вас и знаем, что вы являетесь частью этого. Поэтому это не просто, знаете, религиозная фраза, где я всегда здороваюсь, я это имею в виду, я это имею в виду, я знаю, что они там, я знаю эти массы людей, эти массы свидетельств, эти массы молитвенных просьб, я знаю, что они все там. Поэтому я это имею в виду, когда передаю привет и любовь, и приветствие, просто передаем наши теплые чувства. Именно себе? Потому что, дорогие мои, то, что кто-то находится рядом, не делает его твоим братом, и то, что кто-то находится на другом континенте, над зеркалью тысячами, не делает его твоим врагом, это говорит о том, что люди могут быть семьей, независимо от территории. Люди могут быть семьей, независимо от тысячи километров, разделяющих их. Не важно, важно то, что мы все соединены одним Богом в одну семью, питаемся от одного источника, имен, от Духа Святого. Хорошо, родные, я пойду в слово. Сегодня я хочу поговорить, я так скажу, очень интересная мысль. Вчера я просто сидел, все это суммировал, думал, молился над этим, посвятил этому весь свой день. Вы знаете, что самое интересное? И о каждом из этих аспектов я говорил вскользь. Немножко в той проповеди, чуть-чуть в той. Но сейчас я хочу суммировать одну очень уникальную тему. Для меня это уникальная тема, потому что это путь христианина, это путь избранного Богом человека. И вы знаете, я сегодня буду говорить, тема называется «Испытание победителя». Итак, это испытание, через которое пройдет каждый победитель. Вы знаете, мы часто говорим людей о испытаниях до входа в служение. А что делать тем, кто уже в служении, и он проходит испытание? Дорогие, победители не прошли испытания, только победители продолжают их проходить. И сегодня, дорогие мои, одна из самых открытых книг, таких в Библии, развернутых жизней, это жизнь Иосифа. Она именно настолько уникально развернута, и нам эта книга просто подарена самим Духом Святым, и чтобы мы с вами изучили ее. Потому что каждая фаза жизни Иосифа несет в себе огромное откровение. Огромное откровение не просто человека, который захотел быть призванным, который призван, который помазан, который Богом позван в его судьбу. Показана картина будущего, фазы. Дорогие, поэтому, если ты некачественно проходишь эти фазы, или ты пытаешься пропустить какую-то ступень, ты будешь просто тормозить, оставаться на второй год, оставаться на второй год, на третий год, на четвертый год, пока ты не пройдешь эту фазу правильно. Кто-то понимает, что чаще всего мы застряем не потому, что это воля Бога, а потому, что мы не сдаем позиции, мы не сдаем экзамены, и мы просто продолжаем на одном и том же экзамене, уроке падать и вставать, падать и вставать, и твоя жизнь может застрять на 20 лет в одном сегменте. В одном сегменте, который ты должен был пройти за 6 месяцев. Ты в нем сидишь 15-20 лет. Иногда люди просто разочаровываются. Я говорю, ты не слышишь Бог, ты не проходишь свой этап. Поэтому, родные, давайте сегодня поговорим. Я так скажу, я их назвал, их пять. По крайней мере, от начала до конца избрания Иосифа, и до того, как он уже властвовал, и в позиции власти, их все пять. Вот от начала до конца жизни Иосифа их пять. Но сегодня, и сегодня мы именно о них поговорим. Я хочу поговорить об испытаниях или тестах, которые проходят, призванные Богом. Эти испытания или тесты сопровождают нас в нашем призвании до конца наших дней. Семья, поверьте, и я прохожу тесты, и буду проходить, и ты проходишь тесты, и будешь проходить. Есть вещи, которые нам необходимо выучить. Нам необходимо просто сказать, Бог, я иду, я движусь, я двигаюсь, я согласен быть в этом сегменте. И каждый из нас должен пройти его, я так скажу, на отлично. Чтобы двинуться к следующей ступени, ты должен на отлично закончить предыдущий класс. Итак, дорогие, у каждого из нас есть пророческая судьба. У каждого. Иначе бы тебя тут даже в зале не было. То есть здесь исключительно сидят люди, там люди слушают меня, исключительно те, у которых и есть судьба от Бога, пророческая судьба от Бога. Иначе ты бы сейчас был или на арене спорта, или на арене медицины, понимаете, да? Или на арене музыки, или на арене изобретений, я не знаю, там физики, там чего хочешь, науки. Ты бы сейчас не был здесь. Но так как ты сейчас находишься здесь, это значит, что ты один из тех, который реально призван Богом что-то совершить на этой земле. То есть у тебя есть вот этот пророческий элемент. И именно вот к вам, я так скажу, эта тема будет относиться исключительно ко всем в этом зале. Ко мне тоже. Ко всем абсолютно. Итак, смотри. Богом данная мечта, а судьба дана нам, в которых мы призваны двигаться. Ключ в том, чтобы вы должны знать, как идти от вашей мечты к вашей судьбе. И вот эти вот шаги, они помогут нам это сделать. Почему так бывает, что некоторые люди достигают своей судьбы, пока другие застреют в жизни? Если мы посмотрим на жизнь Иосифа, мы можем увидеть пять различных, пять четких разных испытаний, которые он прошел. И мы должны преодолеть по мере нашей подготовки, в ходу в нашу судьбу и призвание. Сразу скажу, эти пять не определяешь ты. Эти пять определены для тебя и для меня Богом, и мы с них не выйдем. Все, что ты сейчас сделаешь, ты посмотришь из этих пяти, где ты находишься, и шаги, которые тебе нужно предпринять, чтобы двигаться. Или закончить сферу эту профессионально, да? Или жить в этой сфере правильно. Если ты призван мне жить. Поэтому, дорогие, я понял одно, что эти пять сфер никто из нас не выбирает. Некоторые люди, там знаете, несколько пунктов, там это я выбираю, это я не выбираю. Эти мы не выбираем. Эти для нас избраны Богом. И мы, если мы хотим дойти до того, до той мечты, в которую Бог нас ведет, до пророческого элемента или функции, в которой мы призваны, мы все пройдем эти пять. Все пройдем эти пять, дорогие. Итак, если вы хотите жить в полноте того, что делает Бог, вы должны сотрудничать с его пророческим планом, как для церкви в целом, так и для собственного пути твоей личной веры, становления, роста. Итак, дорогие мои, самая первая фаза, уникальная фаза, уникальная фаза, и вы слышали об этом много вещей, но я сейчас хочу немножко с другой стороны затронуть это. Итак, если кто пишет, записывайте первый шаг или первое испытание, которое в самом начале приходит, это испытание гордостью. Некоторые люди, вы знаете, говорят, о, гордость приходит чуть попозже. Вы знаете, я сидел, думал над гордостью, и я замечал, что чаще всего гордость настигает человека или в самом начале, или уже на пике. И знаете, что я понял? Я начал молиться и просить Бога, Бог, объясни мне, почему, что такое субстанция гордости? Это дух, почему он присоединяется? И Духсин четко сказал такую одну интересную вещь. Гордость присоединяется к тем, кто не познал себя, не познал, кто он. Слышите меня? Объясняю. Когда человек познал, кто он, гордость не может присоединиться к нему, потому что ты знаешь себя. И чуть попозже я вам прочитаю, как Иосиф познал себя. Гордость – это не то, что там, знаете, некоторые люди говорят, берегитесь гордостью, не говорите о себе ничего хорошего. Это обман. Если это твои, дать тобой достигнутые вещи, ты можешь запросто о них говорить. Другими словами, все, что касается тебя, все, из чего состоишь ты, это ты познал себя. И даже для другого человека ты будешь звучать гордо, но в своем абсолютно своем сознании, ты абсолютно нормальный, уравновешенный человек, для тебя это не гордость. Итак, гордость присоединяется к тем, кто не познал себя. Давайте, смотри, как правило, гордость и высокомерие посещают тех, кто еще недостаточно познал себя. Чуть попозже, знаете, кого захватывает гордость позже в жизни, которые много чего взяли? И мы с вами видели, Божьи генералы падали. Вы знаете, что я проследил, когда начал думать, молиться и просить Бога объяснить мне это? Он сказал мне, вначале ты не знаешь себя, чуть позже ты забываешь, кто ты. Кто-то услышал сейчас меня? Проблема и гордость, она, почему я Бога задал вопрос? Ну, эти же генералы, они прошли тесты. Почему он упал на пике? Потому что, например, Джон Александр Дауэй забыл, что он Джон Александр Дауэй, и он сказал, что он Илья. Кто-то понимает, да? Один из божьих генералов, если кто читал эту книгу, вы в курсе. То есть, другими словами, те не знают, а те забыли. Люцифер пал, потому что он забыл, кто он, или не захотел быть, другими словами, он перестал быть тем херувимом, который рожден, покрывать, осенять, поклоняться, творить хвалу. Он забыл, кто он, и он начал строить свою империю. Дорогие, нам с вами нужно понять, что гордость, и вот я хочу задать тебе вопрос, способна ли гордость коснуться тебя? Она способна коснуться тебя в двух случаях. Незнание себя, и если ты забыл, кто ты. Окей? Поэтому, чтобы гордость не могла иметь части в тебе, тебе нужен всегда смирение, знание того, кто ты, и Дух Святой, который постоянно напоминает тебе, кто ты. Ты человек, ты заменим, ты абсолютно здесь по благодати, никаких качеств в тебе нет, из-за которых ты избран. Бог может эти качества вот так кому-то дать, и избрать кого-то опять вот так. Дорогие, нам с вами нужно понять, всегда помни, кто ты. Вот почему сердце Давида до конца, до той кровати, на которой он умер, до старости, он всегда знал, кто он. Вот это его удержало, его не совратило ни богатства, ни грехи, которые он падал, там ошибки делал. Его сохранило понимание того, кто он. Он знал всегда, что он сынок, и у него есть папа. И если что-то происходит плохое, он всегда бежал в присутствии отца. Итак, дорогие, испытание гордостью. Сейчас чуть попу, немножко дальше, я хочу раскрутить этот момент. Итак, у этих людей искаженная картина. То есть первая искаженная картина того, кто они на самом деле. Тех, которых посещает гордость в самом начале. И Богу в этом периоде времени нужно реально и часто, очень радикально смирять этих личностей и показывать им то, кто они в реальности. Знаете, почему Богу нужно было сорвать с Иосифа разноцветную одежду? Кинуть его в яму и продать. Потому что вот там, он только там, он мог познать, кто он. Иначе в разноцветной одежде ты бы всегда приписывал себе то, что твоим не является. Разноцветная одежда не твоя. Титул, который тебе дали, не твой. Это отец тебе подарил. Кто-то понимает, да, любимый сын, папа взял, подарил. Он мог подарить этот титул кому-то другому, он подарил его Иосифу. Иосиф, другими словами, он не знал, кто он. И он на позиции непонимания того, кто он, строил свое царство внутри дома своего отца. Кто-то со мной? То есть и он там пытался уже превозноситься над братьями, рассказывать им ом сны, рассказывать, что все вы преклонитесь мне. Второй сон, да-да, мама и папа, и вы поклонитесь мне. И здесь папа в шоке, кто тебя одел, кто тебе эту разноцветную одежду сшил, что ты о себе возомнил. Другими словами, даже на том маленьком, в том зародыше, да, в тебе есть призвание, но в тебе есть еще незнание себя, и это делает тебя опасным. Кто-то понимает? Незнание себя делает тебя опасным, чтобы призвать тебя в царство Бога работать. Потому что как незнание себя. Некоторые люди говорят, что нельзя как-то по-другому познать себя. Дорогие, только через грязь мы познаем себя. Другими словами, ты не можешь познать, что такое холодная вода. Вот у меня стоит холодная вода. Почему знаешь, что это холодная? Потому что когда-то я ошпарился горячим. У меня есть сравнение. Поэтому, чтобы тебе доверить что-то великое, тебе нужно показать дно невеличия. Тебе нужно, чтобы одеть тебя в чистое, тебе нужно показать, что такое одежда зэка, который в тюрьме сидит, посажит. То есть мы с вами должны понять, что вот почему такие радикальные вещи? Потому что Бог готовит тебя к той позиции. Он, вы знаете, какое самое мощное откровение, которое может быть дано тебе и мне? Это откровение того, кто ты. Дорогие мои, когда ты понял, кто ты, у тебя так много вещей, защищенности, охраны включается вокруг тебя. Во-первых, тебе никто не может ничего сказать и вывести тебя на их территорию, превознести тебя. Ты знаешь, кто ты. Бог употребляет тебя на основании того, что ты знаешь, кто ты. И дьявол пытается тебя атаковать, он не может, потому что ты знаешь, кто ты. Ты не идешь туда, кем ты не являешься. Первая ошибка помазанников, они становятся на территорию, на которую их Бог не призывал, потому что они или не знают, или забыли того, куда они призваны. Они выходят из своих меж, из своих границ и пытаются делать что-то, к чему Бог их не призвал. И здесь приходит гордость и поражение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, дорогие мои, самый первый тест, это тест на гордость. Младенцы его проходят в незнании себя. Взрослые люди могут попасть в проблему, духовно взрослые имеют в виду, когда они забыли, кто они. Итак, в этой стадии Бог желает показать тебе именно откровение насчет тебя. И это откровение, дорогие, будет беречь тебя в твоем призвании. Вы знаете, некоторые люди подходят мне и спрашивают пастора, вот ты ездишь, тебя вроде знают, но не только в радиусе Сиэтла, тебя знают еще за стенами. Говорит, оно как-то не достает тебя. Я говорю, вы знаете, я спокойный. Они говорят, почему? Потому что, говорю, я много лет познавал того, кто, кто я. Поэтому я абсолютно знаю, что все, что происходит, это не происходит потому, что ты такой, а потому что кто-то согласился лечь просто и умереть для Иисуса Христа. Он может кого-то другого призвать, кто умрет для него, и он даст ему тот же успех и больше. Кто-то понимает, да, чего-то? То есть нам с вами нужно понять, и я ответил этому человеку, я знаю себя. Он говорит, что ты имеешь в виду? И он не может сопоставить. Он говорит, я задаю тебе вопрос, а ты мне отвечаешь непонятными фразами. Он говорит, как это держит тебя от падения? Я говорю, я знаю, кто я. Он говорит, кто ты? Я падшее существо, которое просто подарено призвание, и я должен как в глиняном сосуде носить это и благодарить Бога каждый день, что я имею честь это делать для него. Кто-то понимает, о чем? Поэтому, дорогие, самая огромная фишка или конек того величия, которое Бог тебе хочет дать, это абсолютное смирение, знание себя. Аминь? Ты со мной? Ты берешь что-то для себя? Первый пункт. Некоторые даже не успели войти в свое призвание, их гордость уже там сломала. Они даже не дали Богу возможности показать им, кто они. Они подумали, что яма и сорвали одежду, это атака на мою жизнь, а это всего лишь откровение тебя. Потому что себя познать возможно не в разноцветных одеждах, а в яме, в яме мы говорим себе самые честные слова, в яме мы говорим всем остальным самые честные слова. Ты заметил, что яма, она просто настолько откровение из тебя сыпаться начинает насчет всего. И вот пока ты будешь, сколько ты будешь сидеть в яме, вопрос, пока все откровения из тебя не выйдут насчет себя и всех остальных. Насчет Бога, как Он тебя кинул, как ты никому не нужен. То есть яма это такое прекрасное, это прекрасный офис для человека, который движется к тому, куда его Бог призвал. И на определенный сезон времени это будет и твоим, и моим офисом. Яма твой офис. Господи, у меня все сыпется, ничего не получается. Кто-то попадал в яму, полоса, где ничего не получается. За что бы взялся, все рушится. Везде кошмар, везде разложение. Ничего не получается. Долги на долги, нет работы, нет зарплаты. Друзья кинули, и ты в шоке. Дорогие мои, и ты здесь начинаешь высказываться. И что Бог? Бог специально растягивает тебя. Он хочет услышать тебя. И не просто тебя, Он-то знает кто. Он хочет, чтобы ты услышал себя. Вы знаете, проблема вот в чем. До ямы мы себя так откровенно не изучаем. Ты заметил, что только в яме я способен поговорить с собой откровенно. Интересно, да? И как-то уже и разноцветная одежда, ты уже как-то ей не сверкнешь. Нету. Ты лычкой не сверкнешь, да вообще ничего нету. И ты думаешь, Господи, а я-то думал, что вот то, все это бомба. И сижу я в яме, Господь, что я делаю? В яму попадают только истинные помазанники. Не, вы не поняли меня? Я понимаю, что это смешно выглядит. Дорогие мои, в яму попадают только истинные, призванные Богом. Извините. Если кто-то обошел яму, я говорю, я опасаюсь около тебя быть. Почему? Потому что ты не познал, кто ты. А если ты не познал, кто ты, это значит, что очень скоро тебе захочется взять чего-то, часть от меня. О, алло, алло. Напроводим ум. Он звонит и оставляет месседжи. Дорогие мои, нам с вами нужно понять эту вещь. Смирение – это хорошо. Как смирение достигается? Не, когда ты встал на колени и сказал, трагоценный Дух Святой, пусть придет смирение в мою жизнь. И такой Дух смирения на тебя раз и истек весь. Не, смирение настает так. Тебя смиряют. Ты понимаешь, что такое? Тебя смиряют, тебя берут. Куда ты шел? Запрещают тебе туда идти. Снимаешь себе одежду. Другими с вами делают все. Что такое яма? Яма – это cancel, аннулирование всех твоих планов, всех твоих персональных умозаключений насчет себя, всего твоего призвания, которое ты для себя придумал. Яма – это cancel, delete. Занай. Я насчет ямы могу целую проповедь сказать, потому что в яме я посидел. Я знаю, что такое яма. И честно сказать, яма, в принципе, не такое уж плохое место, когда ты там пробудешь довольно-таки достаточно времени. Ты знаешь, что ты таким… И тебя с ямы достают, когда все, ну все, ты уже готов. Ты уже готов. И ты-то думал, что сейчас с ямы в князи, а тут тебя с ямы и продали. Ну, это чуть попозже. Держись, держись. Давайте вернемся назад к младенцам падающим. И видел Иосиф сон. Давайте БТ-37.5, если кто читает. Все эту историю знают. Я буду коротенькие выдержки читать, но, в принципе, я напрягать сильно не буду сегодня чтением. И видел Иосиф сон, и рассказывал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Другими словами, это надо иметь искусство, чтобы рассказать так сон, чтобы тебя все родственники возненавидели. Кто-то понимает, что это, ну кто из вас рассказывал соседу сон, и тебя сосед ненавидел. Ты знаешь, что ненависть это персональное чувство. Чтобы приобрести ненависть чьего-то человека, ты должен его персонально очень сильно коснуться. Кто-то со мной? Это значит, что Иосиф очень персонально расставил персонажей в своем сне, кто они, а кто я. Что они, увидев, кто они в его сне, возненавидели. Истолкования были идеальные, красивые, но они были гордые, потому что не имели откровения того, кто ты. Поэтому, когда сходит слава Бога, когда она сходит на человека готового, который знает, кто он, он знает, кто он и знает, где слава. Когда слава сходит на неготового, человек начинает говорить, что слава это я, я это слава. Партия это Ленин, Ленин это партия. Другими словами, он начинает все смешивать в одну кучу. Но человек готовый, как Иосиф, знал, где он, а где Бог и его призвание и слава. Все за мной, да? И вот это, чтобы ты двигался сохранно, тебе нужно познать. Как познать? В очень иногда неприятных ситуациях. Поэтому я не говорю, что у тебя будет яма, у тебя может что-то другое будет. У меня было свои там кринделя. Итак, смотри. Когда Иосиф был молодым парнем, Иосиф видел пророческий сон, который показывал, что ему предназначена великая судьба. С этим никто не спорит, это аминь. Все же ему не хватало мудрости, когда он поделился с этим сном со своей семьей. Он превознес себя над теми, кто был вокруг него. Представляешь? Другими словами, сон можно нормально рассказать. Он рассказал себя и превознес себя. Дальше. Истина в том, что если вы не можете удерживать видение и призвание в вашей жизни, вы никогда не сможете справиться с реальностью судьбы. То есть ты должен уметь держать эти вещи, уметь ждать. Ну, как правило, мы все проходим через яму. Такая сущность человека. Вы должны преодолеть гордость, выбрав смирение. Позвольте Богу указать вам место и время, и когда, и где двигаться. Когда вы на самом деле смирены, вы уверены в том, кто вы есть. И эта уверенность будет проводить вас через испытание гордостью. Каждый раз вы будете оставаться победителем. Когда вы будете переходить на следующий уровень благоволения и ответственности в Боге. Другими словами, только познавший себя способен справиться с гордостью и превозношением. Все за мной. Вот это первый пункт. Я надеюсь, немножко его открыл. Я так не хочу сегодня сильно циклиться на каждом пункте. Но хочу взять самое мясо. Итак, гордость, дорогие. Не познавший себя, забывший, кто он. В младенчинском состоянии ты не знаешь, как Иосиф. В состоянии зрелом, как Люцифер или как Божий генерал, например, которые падали. Они забыли, кто они. И их настигла эта проблема. Итак, кто записывает, записывайте. Фаза 2. Вот эту фазу Иосиф прожил. Начинается фаза 2. Испытание смирением. Испытание смирением. Это интересная фаза. После того, как Иосиф был продан в рабство, египетский чиновник по имени Патифар купил его, мы это помним с вами. Вместо того, чтобы презирать и возненавидеть Патифара, Иосиф выбрал смирение и работал в его имении. Бытие 39 с 3 стиха. Давайте прочитаем. Бытие 39 с 3. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. Это сильная оппозиция. Во-первых, кто-то переживал в своей жизни такое, мне доверено все, но я еще не свободный. Кто-то может переживать, некоторые люди говорят, у Бога такого нет. Можешь себе представить комбинацию жизни Иосифа? Раб, но властелин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можешь ли ты отдать всю жизнь свою в то, что тебе доверено сейчас, чтобы, может быть, когда-то, Иосиф даже об этом не знал, тебе было доверено свое. Можешь ли ты профессионально строить чужой дом? Можешь ли ты профессионально все силы, финансы, эмоции, здоровье, все вложить в что-то, чего хозяином ты не являешься? Кто-то понимает, о чем я говорю? Свободный здесь раб, одновременно и богатый, и нищий. Одновременно и властелин над всеми, и раб в доме. Вы знаете, вот эта комбинация уникальна, потому что я Богу задал вопрос, Господи, ну почему у меня может быть вот здесь общение с тобой, ну просто царские, но я раб. Кто-то понимает, мне не позволено еще оперировать. Вот как только я вхожу, я призван, оно мое, я двигаюсь в своем. Потом, как только я поворачиваюсь, я ищу раб. Кто-то понимает, дорогие мои, что это фаза. Это фаза жизни, где Бог учит тебя смиряться. У Иосифа, кстати, некоторые, это мы с вами знаем пять ступеней. У Иосифа никаких пять ступеней не было. У него была одна и аминь. Вы знаете, что раньше из рабства никто не выходил. То есть он не мог себе построить план на десять лет. Через пять лет удовлетворим Патифара, сделаем, заработаем ему много бабла. Через десять лет он меня высвободит. Дудки две. Когда он увидит такую машину, зарабатывающую бабку, бабки, он тебя поставит самым главным, и ты будешь рабом на всю жизнь свою. Потому что ты успешный раб. Кто-то знает, что такое есть категория успешный раб? Успешный раб! Успешных рабов никто не отпускает. Их делают еще успешными и еще более рабами. Алло! И увидел господин, слава богу, господин не слепой, что господь с ним. И все, что он делает, господь в руках дает ему успех. И снискал Иосиф благоволение в глазах, и служил ему, и он поставил над всем домом своим, и все, что он имел, отдал в руки его. Некоторые думают, что дом Патифара, они путают со своим призванием. Начинают действовать так, как будто это их территория. Встречал кто-то такую категорию людей? Люди думают, дорогие, дом Патифара, это может быть церковь, бизнес, что угодно. Я имею в виду, везде, где ты в подчинении двигаешься, трудишься, испытываешься, работаешь. Вы знаете, некоторые люди путают, что дом Патифара, им кажется, что это их призвание. А это не их призвание, они всего лишь здесь, чтобы строить дом Патифара. Он останется домом Патифара. Дом Патифара, опять же говорю, это неплохое место. Нигде Библия не говорит, что дом Патифара это плохая личность. Нет, просто дом Патифара это фаза, фаза в жизни Иосифа. И Иосиф, вы знаете, что Иосифа невозможно было вывести с дома Патифара. Некоторые люди задают вопрос, почему так жестоко Бог наказал Иосифа, что его предали за то, что он, кстати, чуть попозже, пойдем дальше в эту историю. Почему его за якобы изнасилование жены, он ничего не делал, почему Бог так перевел? Потому что вы знаете, что я посмотрел, по истории только так человек мог выйти из дома рабства. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть живыми рабы не уходили. Их или перепродавали в зависимости, или их убивали, если они становились слабыми. Знаете, что я говорю? То есть это бремя. Раньше это были как животные. Там троих убили, троих купили на рынке в следующий день. То есть не в этом дело. Дело в том, что у Иосифа был единственный выход из тюрьмы, и это только вот такой. Быть осужденным и посаженным в тюрьму. То есть выведенным с одного места рабства и перемещенным в другое. Только так Бог мог это сделать. И Бог это сделал. Это так, чтобы понимали, почему. Почему? Потому что Иосифу никто в то время, во время Египта, рабства, никто красный ковер не расстелил бы, не сказал. Ну все, ты сдал экзамен, шагай теперь, наслаждайся свободой. Нет, это был период, и оттуда нужно было правильно выйти. Смотри, люди путают дом Патифара со своим призванием. Им кажется, пробывшие достаточно в какой-то церкви, в каком-то служении, им кажется, что теперь я имею право на это. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я наработал мое. Ты не наработал ничего своего. Твое еще ждет тебя. Кто-то понимает? Твое еще в будущем ждет тебя. Здесь ты должен сделать... Вот почему люди путают дом Патифара с домом своим, потому что они вкладываются в дом Патифара точно так, как бы они вкладывали в свой дом. Вот почему место, церковь, призвание, служение, какая-то миссия, неважно, становится настолько твоим, что люди начинают рвать на куски дом Патифара. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот эта фаза в жизни, люди начинают разделять. Это мое, это мое. Ты здесь не для того, чтобы делить, потому что когда Бог тебе даст, поверь, делить ничего не надо. Оно все будет принадлежать тебе. То, что он доверит тебе, оно твое. С этим никто оспаривать не сможет. Никто этого оспаривать не сможет. Смотри. Поэтому некоторые путают дом Патифара со своим призванием, начинают действовать, как будто это их территория. Им кажется, что это их место действий, и, как правило, большинство здесь обламывается. Они начинают обвинять свою церковь, свой бизнес, свою миссию, неважно, где бы они находились. Пастора, босса в том, что им недостаточно дают места и власти. Кто-то за мной? Другими словами, люди начинают путаться в доме Патифара. Ты забыл, Иосиф, что ты раб. И ты здесь на определенный отрезок для испытания, не для того, чтобы захватить какую-то позицию. Ты раб. Если это твое, оно будет дано тебе. Тебе не надо будет его вырывать из глотки у кого-то. Кто-то понимает? Твое тебе дается. Оно за тобой следует. И ты переместишься, твое переместится вместе с тобой. Ничего твоего Богом данного ты никогда в жизни не потеряешь. Будь в этом уверен. Окей? И поэтому людям, кажется, они начинают делить дом Патифара. Чувствуете тонкую мыслю, да, о которой я сейчас говорю? Я сейчас говорю к взрослым людям. Это не просто для того, по вершкам побежали. Я говорю к людям, которые инвестировали себя в какую-то церковь. Инвестировали себя. Они настолько много лет инвестировали, что они теперь говорят, а теперь я хочу иметь часть. Я хочу оттяпать это. Окей? И здесь начинается большой конфуз, замешательство. И начинается боль, дележка, предатель. Что угодно. И начинается крах. Окей? Смотри. Часто такие люди говорят, мне здесь не дают состояться. Тебе в доме Патифара никто состояться давать не должен. Кто-то понимает? Здесь ты слуга. Проверяешься как слуга. Твое сердце смиряется. Ты сдаешь экзамен не на успех, а на смирение. Дом Патифара не для успеха, семья. Дом Патифара для того, чтобы твое сердце сломить, смирить, подчинить. И ты сказал, да. Я знаю, кто я в этом доме. Я знаю, что мне все доверено, но есть лимиты того, что мне доверено. Это, кстати, следующий пункт. Сейчас мы пойдем туда. Ты что-то берешь для себя в этих парочку пунктов, да? Я хочу немножко, знаете, совсем с другой стороны сейчас подойти. Не просто там пять ступеней пробежали, убежали домой есть пиццу. Мне хочется зайти чуть-чуть с другой стороны, немножко более глубже и дать понимание этих аспектов. Окей? Смотри. Люди говорят, мне не дают состояться. Но, пожалуйста, пойми меня. Это место не для того, чтобы ты состоялся. Или строил свою маленькую империю. Ты здесь, чтобы твое сердце смирилось. Чтобы подчинилось. Почему? Потому что ты сейчас сдаешь экзамен. Это экзамен. Смотри. Не для того, чтобы строить свою империю, а для того, чтобы в смирении строить чей-то дом. Отдать туда все свое сердце и силы, чтобы в процессе тебе было доверено Богом твое. Окей? Смотри. Я знаю, о чем я говорю. И было время, когда мы со Светланой строили другие домы Патифаров. Я помню, как ты вкладывался. Я помню, как мы вкладывались. Я помню, как ты со всеми силами, всеми эмоциями, всеми финансами. Ты просто там жил. Это был твой дом. И потом настало время перехода. И у тебя так, или кусок. И, естественно, там началась проблема, потому что я и захотел кусок пирога. Вы думаете, что это? С кого-то списано. Это с меня списано. Окей? Я и захотел кусочек. Этот экзамен, кстати, я очень, так знаете, долговато проходил. Потому что я обычно, знаете, холерик, он такой. Там, где я, то мое. Окей? Все остальное идите отдыхать. То есть я, как холерик, захотел там чуть-чуть себе почикать. Ну и в конце зачикался так, что зачикали. Поэтому и нам пришлось удалиться из дома Патифары. Удалили. Скажем так. Хорошо. Не будем насчет меня, насчет тебя сегодня. Насчет тебя. Смотри. То, как ты хорошо служишь тем, кто над вами, является ключом к преодолению этого испытания жизни. Это может быть родитель, босс, какой-то профессор, деда или пастор. В любом случае вы призваны имитировать Иосифа, который не работал для Патифара, но для Бога. Вы знаете, для кого, кому тяжело пройти второй пункт? Те, кто строят дом пастора, а не дом Бога. Ты это понимаешь? Людям очень тяжело понять. Им кажется, что я пришел в эту церковь и я строю твое. Ты строишь его. Мы все строим его. В процессе ты приобретаешь качество сердца. И тебе не нужно будет обходить круг. Тебе просто будет имение доверено Богом, влияние, власть. Мгновенное. Почему? Потому что когда Патифа, извиняюсь, когда фараон глянул на картину Иосифа, на его смиренное сердце, на то, как он истолковал сон. Вы заметили, что сон, который он истолковал братьям, отличался от сна, который он истолковал фараону? Там он сказал, хе-хе-хе. А здесь он все истолковал. И себя даже удалил из картины. Там сон доминировал. Доминировал, во сне доминировал Иосиф. В последнем сне Иосиф даже удалил свое собственное присутствие из него. Можешь себе представить процесс? Я сейчас забегаю чуть-чуть уже наперед. Можешь себе представить процесс, через что проходит сердце человека, что даже зная, что ты являешься частью этого сна, у тебя ключи, как дать фараону, даже мудрость, как дать фараону ключи, исправить царство, заработать деньги, сделать. В процессе из-за Иосифа Египет стал процветать. И Египет купил всех египтян. То есть мы с вами должны понять, что Иосиф это был ключ вообще ко всему огромному процветанию, подъему маркета. Смотри. Как ты служишь тем, кто над тобой? Это ключ. В любом случае, вы призваны имити в эти офисе, который не работал для Патифара, для Бога. И вы знаете, когда я понял одно, что ничего не потеряно. Ничего не потеряно. Тебе кажется, что, господи, я столько лет провел в доме Патифара, и что теперь? Ты приобрел что-то, что невозможно за деньги купить. Ты приобрел качество сердца. Ты приобрел мудрость. Ты приобрел смирение. Эти атрибуты, дорогие мои, они дороже золота с бриллиантами. Эти атрибуты, это Бог моет человеку, как только что-то доверишь, ты смотришь, и монстр превратился. Дорогие мои, атрибуты чистоты, смирения, сокрушения, это золото. И если ты такого человека нашел, держись за него. Почему? Потому что человек познал себя, никогда не лезет в чужой бизнес, всегда знает, кто он, знает, кто ты, знает, кто Бог. Это мудрость, это баланс. Смотри. Колоссянам 3, 23. Давайте прочитаем просто. Колоссянам, Павел пишет. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Аминь? Все, что вы делаете, все, что ты делаешь, не считай, что ты служишь кому-то, кто-то служит кому-то, где-то я выслуживаюсь. Ты работаешь на царство, усовершенствуя себя. Кто-то понимает? Я работаю на Бога, и я понял, что там я приобрел в доме Патифара качество, которое я не имею права уже приобретать здесь. Здесь уже строить надо, работать надо, приобретать качество, эти нужно там было. Поэтому у некоторых людей дисбаланс, но сегодня не об этом. Итак, второе поняли, да? Испытание смирением. Третий пункт. Испытание чистотой. Записывайте, испытание чистотой, пункт 3. Это интересный пункт. В книге Бытие 39 глава история Иосифа продолжается, когда он сталкивается с испытанием, через которое приходится пройти каждому человеку. Это испытание чистотой. Испытание чистотой – это очень тонкая сфера. Сейчас я хочу удалить из вашего понимания старые прообразы, о которых мы говорили. Сейчас в вашей голове испытание чистотой – это чтобы не запрыгнуть в кроват к какой-то бабе, так? Но это же проблема. Или к какому-то мужику. То есть вы знаете, что сейчас этот пункт вообще даже не об этом. Вообще не о сексуальных взаимоотношениях, о какой-то аморальной там нечистоте. Сейчас совсем о другом. И сейчас, я говорю, сегодня чуть-чуть глубже, чем обычно мы ходим. Сейчас для взрослых людей вы поймете. Испытание чистотой – это очень тонкая сфера. То есть в то время, когда тебе доверено все, у тебя есть реальная возможность коснуться того, что не принадлежит тебе. Жены Патифара. Объясняю. Жены Патифара. Я обведу сейчас в кавычках. Сейчас пусть в твоей голове будет не жена Патифара, а то, что принадлежит Патифару. Кто-то понимает, да? То, что его. И представь, что получается, в то время, когда тебе доверено все, в доме Патифара, есть что-то, что тебе всегда не будет доверено. Кто-то понимает, да? Есть части. Тебе доверены ключи. Тебе может что угодно. Здание. Все в здании доверено. Тебе доверено вести молитвы, проповедовать. Но есть вещи, которые тебе не доверили, которые персонально принадлежат Патифару, да, например. И нам с вами нужно понять, что это абсолютный прообраз. И сейчас я объясню, что я имею в виду. Сейчас я опять же не говорю только об аморальных, сенсуальных взаимоотношениях. Это тоже к этому относится. Но сейчас ударение не на это. А к тому, что принадлежит твоему начальнику, боссу, апостолю или пастору. Неважно. Сюда входят такие вещи, как финансы, власть, влияние, авторитет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это значит попользоваться чем-то, что принадлежит начальнику, Патифару, но он мне это не доверял. Кто-то понимает? Другими словами, пользоваться властью его, не своей, его. Другими словами, это поиметь жену Патифара. В кавычках. Это не просто я сейчас о женщине говорю, я говорю о всех ситуациях, которые принадлежат персонально личности лидера. И вот эти вещи, что сейчас церковь начала блудно ходить, люди входят в церковь, они становятся в доме Патифара. И потом они начинают постепенно, им доверяется Патифарам определенная сфера. Не важно, пасторам, это просто термин Патифар, им доверяется пасторам, апостолам, служителям, лидерам, какая-то сфера. И здесь начинается посягание на его позицию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это начинается, а я бы здесь, давайте. И вот это для Бога абсолютная аморальность. Для него это, если ты хочешь сказать, что самое страшное в глазах Бога, это вот этот прообраз, о чем я сейчас говорю. Это когда тебе, твоим начальником, боссом, пастором, апостолом, неважно в какой позиции ты находился, было доверено масса. Но всегда есть что-то, что принадлежит лично лидеру. И люди начинают покушаться на это. И я видел, дорогие мои, страшнейшие последствия у этих людей, которые попытались коснуться то, чему я им не доверен. В моей команде были люди, которым было доверено практически все, но были вещи, которые не доверены. И здесь люди были из команды, которые видели, когда люди начинали касаться или посягать на то, что не ихнее. И приходил крах, приходила боль, приходила отверженность, приходило уничтожение. Уничтожение семьи. Почему? Потому что в глазах Бога вот это, не то, что кто-то с кем-то там в кровать прыгнул, это уже, это явные вещи. Я говорю о вещах, которые ты посягаешь на что-то, что только принадлежит тому, кому оно доверено. Именно? Оно его личное, персональное. И вот для Бога я хочу, дорогие, некоторые люди говорят, о, а что там, сдвинем пастора, знаешь, или там сдвинем лидера, выкинем кого-то, станем, займем. Для Бога это точно так расценивается, как бы Иосиф лег в кровать с женой Патифара. Кто-то со мной. Здесь написано физические вещи. Я говорю сейчас о духовных прообразах. Семья, вы со мной? Поэтому, если ты хочешь быть сбережен, всегда знай территорию своего влияния. И знаете, чем я просто влюблен в Иосифа? Знаете почему? В его жизни был баланс, который я молю Бога об этом балансе. Я молю Бога об этом балансе. Я понял этот баланс, и я умоляю, чтобы в моей жизни и в твоей жизни этот баланс был. Смотри, что Иосиф говорит. Бытие 39.6. Бытие 39.6. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. Можешь себе представить? Патифар отдал ему все и только кушал хлеб. Все, он только кушал. Другими словами, он был абсолютным патифаром. Кто-то понимает силу позиций? Он был абсолютным. Здесь уже он мог понять, что очень скоро. Вы знаете, что у человека, если он призван что-то делать, то практически он даже в микромире своем, он уже достигает этой позиции. Вы знаете, что та же самая ситуация произошла в доме фараона. Он стал фараоном. Он имел перстень фараона. Фараон отдал, написано, все отдал. Без Иосифа даже фараон никаких дел не решал. Он говорит, я поговорю с тобой, ты поговори со мной, и тогда мы решаем. Он говорит, я только троном буду выше тебя. Можете себе представить? Знаете, кому доверены такие мощные вещи? Знаете, кому доверены тысячи судеб? Те, кто знают себя и никогда не переступят эту черту. И эту черту Иосиф очень хорошо выучил. Давайте дальше. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красивым лицом. Конечно. Нормальные ребята, которые любят Бога. А у них все в порядке. И смотри. И девчата, я имею в виду. Смотри. Иосиф же был красив станом и лицом. И обратила взоры на Иосифа. Взрослая женщина. Жена господина его, обратила на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего. Смотрите, какой баланс. Это просто бомба. Вот господин мой не знает при мне ничего. И все в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Смотри дальше. Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Все со мной. Смотрите дальше. Он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же я сделаю с ей великое зло и согрешу перед Богом. Можешь себе представить? Ты чувствуешь баланс? Смотри, какой баланс мудрый. Он говорит, я знаю, кто я в этом доме. Я имею всё. Можешь себе представить? Другой бы сказал? Гордый. 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 Он не гордый. Он знал, кто он. Он знал, что он говорит сейчас правду. Всё принадлежит. Но он также знал правду номер два. Но тебя мне нельзя касаться. И он говорит, второе, представь. И он говорит, как же я согрешу перед мужем твоим. Для него этот Патифар не имел даже такого большего значения. Он говорит, как я это сделаю перед моим Богом. Можешь себе представить баланс мудрости. Можешь себе представить баланс мудрости. Здесь он просто красавец. Он вышел с золотой медалью, с дипломом. Я вам честно говорю, в чём был секрет? Он имел правильную перспективу, которая была соединена со страхом Бога. Он не просто это делал, потому что он боялся, что его поймают и штраф выпьешь. Он это боялся сделать, потому что он говорил, как я это сделаю перед лицом моего Бога. Поэтому, дорогие, вот оно испытание чистотой. Способен ли ты, когда тебе будет доверено всё, посягнуть на то, что тебе не было доверено? Посягнуть на власть? Посягнуть на жену Патифара, в кавычках опять говорю. Посягнуть на то, что персонально принадлежит тому, кто доверил тебе это. Потому что чаще всего люди забывают, что была доверена, и грань стирается. И он залазит в кровать к жене Патифара, думая, что всё моё, что бы ещё там и вишенку на торт не поставить. И всё. И здесь он говорит, стоп. Именно это самое мощное, что мог сделать Иосиф. Из-за этого садят его в тюрьму. А я называю. Это был graduation. Amen? Это был выпускной вечер из колледжа. Можно было подумать, сказать, ад настал в моей жизни. А Бог настал. Ты сейчас ещё на один шаг ближе к величайшей мечте и призванию. Это был выпускной вечер из института. Духовной жизни. Если вы хотите благословения и благоволения Бога, вам абсолютно необходимо избегать духовной аморальности. Кто-то понимает, что такое не аморальность физическая? Вы знаете, когда настаёт физическая аморальность? Когда духовные приоритеты все стёрты, всё уничтожено. Я сейчас говорю о духовной аморальности. Никогда не вздумай посягнуть на то, что персонально дано Богом твоему лидеру. Никогда не посягни на то, что принадлежит твоему начальнику. Там я не знаю, кто бы над тобой стоял. Вот это, я так скажу, в тот момент, когда то, что нельзя трогать, ты будешь знать. Твоё нутро тебе скажет, а вот это не моё. А вот это нельзя касаться. А вот это, жена Патифара, запрещено. Таким образом ты сбережёшь себя. Взяли? Третий пункт нормально? Хорошо? Идём в четвёртый. Двигайся дальше. Сразу после того, как заканчивается третий. Вроде бы всё нормально. Дом Патифара, можно было сказать, вау. Включается жестокий экзамен. Я его называю четвёртое записывание. Испытание временем. Испытание временем. Я вам честно скажу, я уже говорил ещё раз, и это могу подтвердить. Для меня это была самая жестокая тема. Это самая жестокая тема. Именно в этот период, возрождите меня внимательно, я, как человек, наломал массу дров. Я, как человек, наоткрывал массу служений, которые Богу приходилось закрывать. Я, дорогие мои, я делал вещи, которые абсолютно... Это не время было действовать. Это было время ждать. Почему? Потому что ты должен быть исцелён. Объясняю. Знаете, почему нужно время? Потому что Иосифу после такого предательства семьи, предательства Патифара, предательства жены Патифара, потеря всего, у него была очень израненная душа. Кто-то слышит меня сейчас? Некоторые люди задают вопрос, почему я должен сидеть в тюрьме и ничего не делать столько лет? А Бог говорит, ты не способен управлять, потому что ты несёшь на себя массы ран, от которых я должен исцелить тебя. Помните, когда он истолковывал сон хлебодару и вина черпи? Помните? Что он сказал? С него рана начала вылазить, душевная рана. Я здесь сижу, ничего не сделал, меня посадили несправедливо. Кто-то со мной. Дорогие мои, в нём говорил не он, в нём говорила рана. Знаете, почему раненых, как огня, опасно ставить на призвание и служение? Потому что их рана будет диктовать всем их призванием, и они будут, как вам это сказать, палачами в том призвании, в котором они находятся. Как представьте, они теперь начнут мстить всем, кто принёс им боль. Кто-то со мной. Они начнут разрушать домашнюю. Можешь себе представить, что бы произошло с бедным Патифаром и его женой, если бы Иосифа выпустили немножко раньше и дали ему перстень. Он сказал, так, первая встреча, Патифар и жена. И это, сразу мужика с топором зовите, потому что всё решено уже, в принципе, я просто хочу им дать шанс увидеть, какие они лохи. Дорогие мои, некоторые люди говорят, Бог, почему ты не допускаешь меня? Я вам сейчас отвечаю на вопросы. Масса людей, которые задают вопросы, они говорят, Бог, почему? Ты ранен, тебе нужно исцеление. Сиди, исцеляйся, пропитывайся, езди на энкаунтеры, освобождайся, пока не придёт полный штиль. И когда настанет полный штиль, абсолютное исцеление. Да, у вас Иосиф есть такой в тюрьме? Есть. С ним хотят поговорить. За тобой придут. Ты со мной? Не ты будешь манипулировать через свой дар, я тебе, сын, рассказал? Да. Вот ты не будь тварью и помоги мне. Знаете, что есть люди, манипулирующие дарами Бога? Они продолжают сидеть в своих тюрьмах, пока сердце не исцелится. И что Бог делал со мной? Он сказал сидеть, сынуля. О, я был ранен и огорчён. О, я был натворил. Знаете, дайте мне вот эту позицию там. Вы что? Там первые мои прицелы, это были лица пасторов на стенке и с лука стрелял бы в них. Потому что ты был абсолютно... Я был абсолютно не исцелён. Когда я исцелился, я понял то, что это были инструменты, втолкнувшие меня в моё призвание. Это не было противостояние, это были инструменты. Они были именно там, в правильное время. Я ещё благодарил Бога, что они Его послушались и сделали это со мной. Риман? Ну, они так не думают. Мы туда не идём. Дорогие мои, неисцелённая личность не имеет права занимать позицию власти. И я Богу задавал вопрос, почему, 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 почему? И мне Бог сразу сказал, сердце Иосифа было ранено много лет, разбито, разрушено, покалечено, предан, из семьи выкинут. Можете себе представить, сколько было накоплено в жизни этого парня боли, разочарования, ран, отвержен отцом, отвержен братьями, отвержен друзьями, потифаром, женой, то есть всеми отвергнут, сидит сам в углу в тюрьме. Ничего, при этом, вот в чём самый прикол, ничего, никогда не сделавший ничего плохого. Всегда, куда попадавший, всегда желавший только добра людям. Можешь себе представить горечь и боль? И вот, можно сказать, о, да восторжествуют справедливость, да выпустят его. А Бог говорит, сейчас, если мы выпустим, вы увидите, какая справедливость восторжествует. Восторжествует справедливость калеченого. Справедливость раненого восторжествует. Поэтому, дорогие, некоторые из вас прямо сейчас сидят и не понимают, почему. Я тебе говорю, ты в четвёртом пункте. Ты должен быть исцелён. Ты выдерживаешься временем. Ты зреешь, как вино. В бутыльке. В бочке. Бог выдерживает меня. Вы знаете, самое интересное, знаете, когда нам, когда Библия говорит, и забыли Иосифа, вы знаете, нам с вами иногда нужно быть забытыми, чтобы мы оставили всё и нас оставили все. Чтобы ты сел и сказал, отец, для чего всё? Кто я? Почему всё так происходит? И когда ты получишь полное исцеление, у него это заняло несколько лет, полное исцеление приходит. Итак, давайте быстренько пройдём сейчас по четвёртому главные пункты и идём. Следующая фаза пути Иосифа, вот это испытание характера было, это испытание временем. После ложного обвинения в изнасиловании жены Патифара Иосиф был посажен в тюрьму фараона. Там его Бог поддерживал, мы знаем, видя его страдания, сохранять своё сердце от горечи из-за несправедливости. Это испытание даже Иосиф не сразу прошёл. Он попытался уговорить виночерпия, поговорить о нём с фараоном и освободить его из тюрьмы, в которой он сидел несправедливо. Это говорил не Иосиф, это говорило его разбитое сердце. Разбитое сердце, даже справедливое сердце, если оно справедливое, но разбитое, ему нельзя доверить власть. Человек начнёт калечить и уничтожать. Именно испытание ожиданием и временем покажет тебе настоящего тебя. Вы знаете, иногда люди говорят, где ты по-настоящему познал себя? Во времени. В яме я начал познавать себя, во времени закончил. Потому что во времени ты задаёт вопрос. Знаете, такой вопрос, который задаёт христиане? А кому оно всё надо? Знаете, такая самая популярная фраза, которой никто не делится обычно? А кому это всё надо? А оно кому-то надо? То есть, и ты начинаешь задумываться. Вы знаете, и я заметил, что из тюрьмы я был Богом выпущен уже, как вам сказать, личностью, которая знала, кто она. Я знал, кто я. То есть, если бы мне подошли и сказали, вот это, я бы сказал, нет, вот это, нет, пойдём делать вот это, нет, я знал точно, вот это моя позиция, и вот это будет до конца моей жизни, вот она. Вот я стою сейчас, это делаю, спустя 12 лет, после настоящего призвания. мы о предыдущих говорить не будем, после настоящего призвания. Смотри, только здесь мы с вами способны познать настоящие мотивы своего собственного сердца. Чтобы преодолеть испытание тюрьмой, вы должны стоять твёрдо и придерживаться надежды, которая находится только в Боге. Честно, я сидел и говорил, Бог? Потому что ты, в принципе, уже разочарался во всём. Мы со светлой даже бизнес начали. Почему? Потому что в этот период времени ждать не хочется, хочется дела делать. И вы знаете, как Бог у нас остановил бизнес? Он нам не дал, Он не обрезал работу, Он дал столько работы, насколько мы не смогли ответить. На нас навалилось столько, столько звонков, нам нужно было просто сказать, мы продали бизнес, бай. Почему? Потому что невозможно было. Другими с вами Бог по-другому пошёл. Он говорит, хочешь? На, держи. Всю работу, которую только придумать сможешь. И я понял, что это не моё. И тогда мы просто сели спокойно и ждали. И вы знаете, когда последние где-то пару лет, да, Свет, мы уже просто сидели и ждали, да, тихонечко молились дома, просто, просто молились дома, общались друг с другом. Я говорю так, Бог, пришлёшь мне домой одного человека, двух человек, я буду им служить. И всё. И вы знаете, я абсолютно исцелился, успокоился и готов был служить одному-двум человекам до конца моей жизни. И здесь Бог говорит, время. Он говорит, время. Сейчас мы с вами подойдём к пункту номер пять. Чтобы преодолеть испытание тюрьмой, вы должны стоять твёрдо. Я знаю людей, дорогие, которые покинули это место, эту церковь. И когда я им задал вопрос, почему вы это делаете, они просто ответили, это больше, они больше не могут ждать и больше не хотят находиться спокойно. А я говорю, дорогие мои, пожалуйста, я так говорю, что бы ты ни сделал, ты можешь убежать с одной церкви, но ты не убежишь с духовной тюрьмы. Некоторым людям кажется, поменяю церковь и вперёд, поменяешь церковь и назад. Поменяешь третью церковь и ещё назад. Ты можешь поменять место, но духовную тюрьму, тюрьма, она духовная, она не физическая семья. В этой тюрьме у меня были все возможности и финансы, и всё, но я сидел вот в этой духовной тюрьме и я выдерживал время, я исцелялся, я освобождался. И люди просто, они сказали, мы не можем больше ждать, сколько можно терпеть эти обещания, сколько можно слышать эти пророчества, мы ни во что не верим, мы кинули бай. Некоторые из вас знают, почему я говорю. Поэтому я говорю, будьте очень аккуратны. Итак, ты должен быть очень-очень упертым человеком. И я благодарю Бога за некоторых упертых людей в центре трансформации, которые говорят, а мне всё равно. Мы увидим молодёжь в огне. Мы увидим славу Бога. Нам всё равно, как это выглядит на данный момент. Я знаю моё сердце, и оно влюблено без ума в Бога, и больше ничего, кроме Бога, не хочет. Ничего. Ни денег, ни популярности, ни влияния, ни власти. Ничего. Я хочу Бога. Всё. Точка. И я знаю одно. Может, сейчас мы как субстанция удерживаемся во времени, не как личности, как субстанция, как церковное тело. Но я верю, это придёт. Я знаю обещание Божие. Это придёт. Мы увидим движение Бога, великого Бога на этой земле. Это наша мечта. Итак, должен быть очень упёртвым. Упорство означает сражаться в битве, пока вы ожидаете. Мы сейчас сражаемся в битве, пока мы ожидаем. Молитвы, посты, энкаунтеры. Мы ожидая сражаемся, работаем, касаемся нации. Я вам честно скажу, если собрать всех людей, которым мы помогли, была бы достаточно-таки большая церковь. Имя. Но так как у нас всего лишь получается люди, которые служат, и остальные все, которым служат. Но я, дорогие, знаете, что я верю? Когда-то я Богу задал вопрос. Я говорю, знаете, прошло уже там около 10 лет, и я говорю, Бог, сколько тысяч людей? Провёл только центр трансформации. Я не говорю, церкви в Завете, там масса. Я говорю, только мы, вот здесь, в Северном. Я говорю, Бог, сколько провели людей? Я говорю, Бог, что ты делаешь? Он говорит, я сейчас подготавливаю в тайне почву для излияния. Я объясняю, Бог не думает, как мы. Нам нужно сейчас вспыхнуло и побежало. Он говорит, вы не поняли, что я сейчас делаю? Я этих людей провожу и закладываю порох везде. Порох, порох. Другими словами, эти люди, они сейчас не близко с Богом, но они знают Его лицо, голос и движение. Все со мной? Бог говорит, сын, для меня не важно, что они сейчас не в церкви. Для меня важно то, что они познакомились со мной, с моим движением и знают мой голос. Говорит, в один прекрасный момент, говорит, подожди. Я говорю, Бог, сколько еще? С меня скоро все, волосы сыпятся. Он говорит, сынок, я говорю, я говорю, па, я орал, когда я был молодой, сейчас у меня уже дочка, я не знаю, дети планируются, не? Бэм! Планируется. Я не знаю, планируется, я хочу, окей? Я хочу перейти в другой статус. В общем, о статусе, да? Ты уже как бы уже, молодежь, у тебя назвать будет, ну, грешно, окей? Но я говорю о чем? Что я говорю, Господь, когда? Он говорит, сынок, ты должен понять, ты должен понять, я двигаюсь поколениями. Говорит, чтобы мне сделать толчок по всей земле и сделать огромный взрыв славы. Говорит, люди не должны знакомиться с моей славой во время толчка. Люди должны знакомы быть до толчка. Кто-то понимает? И когда мне Бог это сказал, я просто исцелился в своей тайной комнате. Иисус, спасибо. И спасибо, я хоть понял, что мы делаем. Поэтому, дорогие, что мы сейчас делаем? Мы подготавливаем целое поколение для излияния во времени, которое не дано нам знать. Нам нельзя, это стратегически. Я не говорю о вспышках, семья. Я говорю о тотальном, атомном ударе духовной славы. Этот толчок, который как даст. И можешь себе представить, старые, молодые, взрослые, дети, все познакомились с голосом Бога. Можешь себе представить, какое поколение сейчас подготавливается? Они, может быть, не там, где они должны быть, но, дорогие, сила и опасность их в том, что они знают, где есть. Они знают голос Бога. Они встретились, три дня пережили то, что они никогда не переживали, и отдали свою жизнь около креста, навсегда посвятили ее. Вот, что опасно для царствовать мы себе. Не опасно для царствования быть телами здания. Для него опасно, что целое поколение начинает заряжаться атомом Бога, силой Бога, и в один прекрасный момент будет дан трубный зов. И оно не только здесь, оно и там на континентах, и там Украина, и там Европа, и там, и там. Невозможно это будет остановить. Почему? Потому что все подготовлено. Пороховые бочки тихонечко везде расставлены. Люди готовы, знающие голос Бога. И ты мне говоришь, что мы живем в плохое время, самое лучшее время жить на планете. Это сейчас! Самое мощное время! Потому что мы что-то закладываем. Раньше мы не знали, мы сейчас не только знаем живого Бога, мы знакомим поколение следующее с этим живым Богом, с его силой, с его огнем. Ну и что, что у нас еще не получается быть там, где мы хотим? Мы будем там! И когда это будет, это будет величественно! Это будет на национальном уровне, это не будет где-то нам в погребе. Как на данный момент. Ну как, это и погребом не назовешь, но все равно не назовешь это глобальным пока, окей? Глобальный погреб. Такие термины на ходу придумали. Ты что-то берешь для себя? Вот в наше сердце, вот оно! И когда мне Иисус это сказал в моей тайной комнате, я просто рыдал. Вы знаете, как каждый пастор, ты хочешь отдать свою жизнь и увидеть плод. А что делать, когда ты 12 лет отдаешь, и ты не видишь того, чего даже видят те, которые в половину своей жизни Богу не отдают? Я говорю, папа, что? Он говорит, сынок, ты не того калибра. Говорит, вы детки, вы не того калибра, вы не поняли, кто вы. Дайте я вам расскажу, кто вы. Когда это гохнет, все везде опустеет. А здесь взорвется. Кто-то воевает о чем? Потому что люди начнут тянуться к свету. Окей? На этом больше не буду рассказывать всяких секретов своих. Ну, я думаю, вы поняли, да? Главную мысль. Главную мысль, что мы с вами делаем. Потому что некоторые люди задают вопрос, Господи, а что? Бог мне сказал, а вот что. Работайте, будьте смиренными, не покладайте оружие, ходатай, ходатайствуйте, проповедники проповедуйте, молитвенники молитесь, служителя служите. Говорит, я это делаю. И это не одного дня работа. Это целое поколение взаима. Поэтому я готов идти до конца семьи. До конца. Возвратите, слава Богу, до конца семьи. До конца. Не важно, через сколько лет это произойдет. Это произойдет. И я буду частью этого. Точка. И так, вот что означает упорство. Вот это упорство, дорогие. Быть в битве, пока вы ожидаете. твердость и упорство производят характер. Характер. И характер является ключом к поддержке вашей судьбы. Сильный характер приходит от сильных испытаний. Семья. Откровение. Сильный характер от сильных испытаний. Ты не можешь заиметь крепкий характер, будучи где-то в перинах, на подушках, в комплиментах. Сильный характер. Он рождается при сильных испытаниях. Итак, последний пункт записывать. И мы приходим. И вот Иосиф приходит, стучат. Иосифа знаем, знаем, вспомнили, вспомнили за Иосифом. А оказывается, он где-то посеял семя, которое сработало тогда, когда нужно Богу, а не тогда, когда хотел Иосиф. Этот человек, который должен был о нем вспомнить сразу, через несколько лет о нем вспомнил, но вспомнил в правильное время. И этот виночерпий поговорил с форуном, говорит, я помню парня, говорит, у нас тоже проблемки раньше были. И говорит, этот парень помог разрулить. Ну как, для одного это было не очень хорошее новое, но для виночерпия это было неплохое. И он говорит, позовите этого парня, записывайте пятый пункт, испытание успехом. Ха, боже мой. Некоторые, да. Испытание успехом, или мы называем его так, процветание. Что такое успех? Я назову это, это не то, что он миллионером стал. Стоп, стоп. Успех, это у тебя каждый день больше, чем достаточно. У тебя настолько больше, чем достаточно, ты можешь благословлять, давать, дарить, благословлять. Кто это понимает? Успех, процветание во всех сферах. Финансовая сфера это только маленькая часть. У тебя успех с влиянием, с властью, с авторитетом, с почетом. Другими словами, начинается реальный успех. Никуда ты его не денешь, он очень виден для тебя и очень виден для всех вокруг тебя. Кстати, дорогие, успех, это очень уникальная субстанция, которая дается очень готовым людям. Потому что, когда неготовый человек пытается захватить успех, успех захватывает его и начинается крах и проблема. Итак, испытание успеха или мы называем тогда процветание. Есть такая пословица в мире, знаете, такая хорошая пословица, если ты действительно хочешь узнать человека, доверь ему власть и деньги. Ты действительно узнаешь его. Но Бог делает что? Перед тем, как Он доверяет тебе власть, авторитет, помазание, деньги, там не важно, Он уверен в тебе. Он уверен, что это все, оно будет служить царству, это все, оно будет благословение, это все не разнесет ни тебя, ни близких с тобой. Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны с успехом. Почему? Потому что некоторые делают приоритетом успех, целью. и в этом есть проблема. Дорогие, знаете, что такое успех? Успех не цель. Успех это последствия входа в цель. Еще раз говорю, некоторые, они думают, что я хочу стать успешным American Dream, American Dream, я хочу стать успешным, машину, дом, то, то, на аккаунте деньги, быть свободным человеком, позволять себе жить нормально. А я говорю, будьте очень аккуратны, потому что этот American Dream для неготовых это уничтожение. Потому что я видел людей, которые получали маленький успех, и они абсолютно отходили от Бога. Поэтому Богу нужно держать людей иногда вот в такой нужде, потому что пока ты нуждаешься, пока ты рядом с Ним. Окей? А кто как... Ой, сколько всего пришлось повидать в жизни. Смотри. Итак, наконец, через серию Богом управляемых событий, включая экстраординарное, сверхъестественное пророческое служение, которое пришло через толкование снов, Иосиф приходит к позиции власти и влияния, когда его пророческая судьба раскрылась. Вас ожидает последнее испытание. Как вы справитесь с процветанием и благословением, когда они будут вам даны? Это не просто касается достижения вашей судьбы, но это вы будете делать со своей судьбой. Когда Бог дает вам процветание, влияние, успех, это ваша ответственность намеренно воздать Богу всю славу. Кто-то понимает? Вы знаете, очень очень уникально, но именно успех покажет тебе тех, кто вокруг тебя. Вы знаете, опять же говорю, все могут всунуть тебе десятку, когда ты в ней нуждаешься. Но не все могут признать богатого, успешного, помазанного человека. для некоторых ты своим статусом бросаешь вызов. Почему? Потому что ты ни в чем не нуждаешься. А я возвращаю к псалму Давида. Тот, кто надеется над Богом, написано, ни в чем не будет нуждаться. Мы об этом говорили в предыдущих темах. Надеющийся на Бога, он просто как дерево у потока вод, он ни в чем не имеет нужды, он приносит плод в свое время. Другими словами, что такое успех? Это ни в чем не иметь нужды. Раз. Во всем иметь больше, чем достаточно. Все твои сферы покрыты или мудростью, которая дана тебе, или благоволением людей, которые находятся рядом с тобой. Другими словами, успех это очень уникальная субстанция. Успеху завидуют, успех хотят, успех атакуют. Ради успеха можно потерять людей, не ради успеха, именно во время успеха ты потеряешь людей, потому что они, знаете, что я заметил, когда, понятно, когда ты там на Тойоте ездил ржавыми крыльями, то проблем не было, да, и здесь начинается как бы раз, и что получается у людей так, если я был с тобой уже так много времени, то когда Бог поднял тебя, я тоже хочу быть рядом с тобой. Ты понимаешь в чем боль? но Бог поднимал тебя, а не его. И когда человек пытается запрыгнуть вместе с тобой туда, где он видел тебя никем, и потом здесь начинается очень серьезная проблема с сердцем того, кто пытается впрыгнуть не в свое. Первое, зависть к тому, кто это сделал. Второе, абсолютная депрессия, апатия к себе, потому что ты чувствуешь себя несостоявшимся человеком, а Бог нигде не говорил, что два идущих вместе унаследуют одну и ту же судьбу и награду, потому что мы не знаем кто что платил и кто где был. Поэтому, дорогие, о чем я сейчас говорю, успех это очень ценная валюта, которая доверяется только людям, которые действительно прошли через свои испытания. И я имею ввиду, поверьте, некоторые успех они не понимают, картина неправильная. Они думают, что денег много, да, и денег тоже там много, но если денег не будет, они у тебя сразу появятся с другой стороны. Если у тебя самое интересное, что успех, некоторые люди говорят, о, у тебя друзья, и самое интересное, что если ты потеряешь этих друзей, у тебя моментально, кто-то понимает, становятся другие рядом с тобой. То есть вы должны понять, что успех это такая машина, которая, успех, он должен стоять рядом с мертвым для себя человеком. Успех, успехом может пользоваться только уравновешенный, отбалансированная личность, знающая, повторяю семья, знающая, кто она. Личность, которая абсолютно знает, что ты никто, ничто. Поэтому перед тем, как ты войдешь в успех, вот эти четыре фазы ты должен пройти. Интересные фазы, да? Интересные фазы. Итак, смотрите, я буду уже заканчивать. Вас ожидают последние испытания. Вот так, как вы с ним справитесь с этим процветаемым благословением, когда они будут вам даны? Эту битву и испытания успехом поймут далеко не все. Но когда ты действительно туда попадешь, только тогда ты действительно понимаешь, что это одна из самых сильнейших битв твоей судьбы, чтобы сохранить свое сердце чистым и смиренным. Объясняю, дорогие, все, кто двигались в Боге, начиная в Ветхий Завет и брать Новый Завет, да, даже людей нашего времени, апостолов, вы знаете, что самое интересное, что никто из них не был нищим, понятно, бедным, нуждающимся. То есть, мы должны понять, что это всего лишь, оно всего лишь следует за тем характером, который в тебе уже выработан Богом. Я хочу задать вопрос, можно ли сейчас на твой характер одеть огромный успех? Успех, где ты не будешь ни в чем нуждаться. Будешь ли ты продолжать искать Бога каждое утро? Будешь ли ты преследовать Его сердце постоянно? Будешь ли ты нуждаться при всех своих деньгах, влиянии власти, людях, талантах нуждаться только в одном единственном в Иисусе Христе? Может ли тебе доверен быть успех? Потому что, если ты не знаешь себя, успех проспонсирует гниль в твоем сердце. Что-то слышал, о чем я говорю? Успех проспонсирует тьму твоей души. Потому что, иногда мы с вами даже не знаем, что есть тьма в нашей жизни, пока деньги не проплотят. Дорогие, конечно, сейчас все мы смиренные, сокрушенные, потому что, ну, в кармане не так уж много денег. Дорогие, но, а что если тебе будет дано больше, чем ты сможешь потратить? А что если, что будет с твоим сердцем? Ты понимаешь, о чем это? Я сейчас не просто бросаюсь фразами, я просто хочу задать тебе вопрос, будешь ли ты рядом с Иисусом Христом? Приедешь тут на Ламборгини, на Феррари, неважно, на Порше, там, что у тебя там? В голове есть, крутится. Приедешь, будешь ли ты преследовать Иисуса Христа? Знаете почему? Потому что ты как личность должен доминировать над богатством. Если личность не зазрела, богатство доминирует над личностью. Кто-то услышал это откровение? На незрелой личностью их создает богатство. Зрелая личность создает имидж богатства. Она доминирует. Я хочу задать вопрос, настолько ты велик в Боге, что придет огромный успех, финансы, влияние, и оно не изменит тебя. Почему? Потому что ты дозрел в огромную зрелую имиджу этого мира и богатства проплотит того маленького человечка, который там сидит, который навте вам еще, держите вот это, и это вам еще, навте вот это вы еще не видели. И вот такого не слышали. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, я буду заканчивать на этом. Дозревание дозрелым, взрослым людям, которые могут доминировать над успехом. Не успех над ними, а не над успехом. Ты должен быть, как бы вам это объяснить, ты должен быть больше, как личность своего успеха. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты как личность должен быть больше, потому что, если ты меньше своего успеха, успех доминирует над тобой, успех прокорректирует тебя, он исправит тебя, он сделает имидж тебе. Хотя успех это классная вещь, но вы знаете, что успех это бесполая личность. У успеха нет полюсов. Успех не плохой, успех не хороший. Успех просто для плохих плохой, плохое, а для людей в Боге успех это благословение. Поэтому я хочу объяснить вам, что успех это субстанция, доверяющаяся Богом, тем, кто дозрел доминировать над успехом. Окей? Хорошо. Смотри. Пару фраз заканчиваю. Я думаю, ни для кого не секрет, что большинство помазанников, пророков и апостолов пало и продолжает падать именно на этом пункте. Все за мной? Знаете почему? Потому что, когда я всякий раз, вы знаете, у меня достаточно было возможности поговорить с помазанниками, встретиться с довольно-таки крупными людьми в Боге. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, что все они имеют успех, но я заметил, маленькие душонки, они делают так, что успех, они этим успехом брызгают. Он одевает Армани за три с половиной тысячи костюм. У него там гайки, у него там цепи, у него там, он бедный весь. Я всегда говорю, чем больше украшения на тебе, тем дешевле ты выглядишь. Вы не поняли, вы можете поймете. Почему? Потому что ты как личность должен быть очень ценен, и мне не нужны брюлики поднимать мне цену. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мне не нужны брюлики. Ты без брюликов, ты сам должен быть брюликом. Окей? Как хорошо. Кстати, на этом пункте я могу целую, я сюда провалиться могу. Сейчас я себя просто останавливаю. Потому что это очень щепетильный топик, очень, я так скажу, тонкая мысль. И здесь в обочину свалиться, ой, легко. Поэтому успех, дорогие, это очень, я так скажу, бесполая субстанция. Успех просто, и он дается. Вот Соломон, да, сделал тысячу всесожжений. Бог ему говорит, я тебе дам мудрость, и с мудростью, заметь, да, богатство. Он говорит, хорошо, что ты не просил богатства, но вместе с мудростью все идет. Дорогие мои, поэтому успех, да, процветание, это просто прилагается к тому, кем ты уже являешься. Я хочу задать вопрос, кем ты являешься? Сможет ли что-то огромное, сумма или влияние в твоей жизни изменить тебя сейчас? Она не должна изменить тебя. Ты должен всегда остаться тем, кем ты. был Богом сотворен. История Иосифа это рассказы об испытаниях и тестах, но это также свидетельство Божьей верности завершению той работы, которую он начал. У Бога есть мечта для нас, дорогие. Его мысли для нас выше, чем ваши. И вы призваны к величию в его царстве. Доверь Богу свою жизнь полностью и всецело. Будь спокоен. На каком бы этапе испытания ты сейчас не находился, мы сейчас прошли по пяти, да? Может быть, кто-то из вас нашел сейчас, в каком ты именно пункте находишься. Если Бог начал, Он обязательно доведет это до конца. Эминцы? Поэтому доверяй Ему. Сразу хочу тебя ободрить. Ты не обойдешь эти пять пунктов. Не обойдешь. Все, что ты можешь сделать, это просто пройти их с честью. Закончить каждый из них на отлично. Иначе, я тебе говорю, родные мои, я знаю людей, которые состарились на одном пункте и не выучили свои уроки. Ты смотришь, человек до сих пор не получил не получил свои уроки. Поэтому я прошу вас, это такое маленькое пособие для того, чтобы увидеть того, где ты. Опять говорю, дорогие, истории Иосифа не исчерпаны. Мы ее исчерпывать будем до конца нашей жизни. Но откровения, которые были сказаны в этих пять пунктах, я верю, может быть, один поможет тебе. Аминь? Хорошо, родные, давайте воздадим славу Иисусу. Давайте встанем. Спасибо Иисусу. Спасибо Ему. Пусть дух мудрости подчет на тебе. Вы знаете, что такое дух мудрости? Дух мудрости я просто умоляю Бога всегда иметь этот дух мудрости. Вы знаете, что ты можешь слушать даже не мудрые фразы, но дух мудрости тебе будет все перефразировать по-твоему. Ты можешь питаться, если ты имеешь мудрость, ты можешь питаться в зале, где никто не получает пищи. Например, никто не получает откровений. Дух мудрости, он в тебе из фраз преломляет все по-своему. Поэтому я прошу Духа Бога просто сойти на тебя, просто быть над тобой, дать тебе мудрость пройти все эти пять ступеней. Закройте глаза, поднимите руки, просто подними руки. Почему руки поднять? Я сдаюсь, Иисус. Я сдаюсь. Можешь даже две поднять. Я сдаюсь, Иисус. Я отдаю тебе мою жизнь. Я полностью согласен с твоей судьбой для меня. Я полностью согласен, Господь, что ты определил для меня. Я благодарю тебя, Бог. Я знаю, что в этом зале все, все, я знаю, все, кто смотрят нас, абсолютно все призваны Богом. Иначе они бы даже не нарвались на эти проповеди, эту церковь и эти темы. Отец, я знаю, что каждый из нас, хотим мы того или нет, имеем, Господь, мы рождены именно в этом периоде пророческого движения. И каждый из нас имеет судьбу от Бога. Кто-то более, кто-то менее, но мы все рождены наслаждаться твоим призванием. Каждый из нас это часть того великого плана, в который все мы движемся и то, что ты имеешь для нас, Отец. Я благодарю тебя, любимый Иисус. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я прошу тебя, дай мудрости всем нам пройти это. Дай мудрости всем нам пройти это. Выйти с этой жизни победителями. И я верю, нас ждет огромное движение Бога. Я не знаю когда. Я никогда не могу поставить дат, потому что я точно так заключен во времени, как и все. Но я верю, Бог, что не напрасно центр трансформации бьет в воздух. Не напрасно, Господь мой, мы кормим эти тысячи людей по всему миру. Отец, не напрасно мы стоим, воюем, иногда кровоточим, часто плачем. Не напрасно, Иисус, я верю, поднимаются поколения. Может быть, сейчас еще не видно. Сейчас только маленькие отголоски, маленькие звуки, маленький свет. Но мы знаем, Отец, что-то строится глобальное. И мы готовы отдать туда свою жизнь, чтобы увидеть это поколение в огне. Чтобы увидеть лидеров новой породы, нового ДНК, которые поднимутся, Отец. Эти пророки, провидцы, проповедники, Господь, которые будут ходить в огне. Бог, я знаю, они встают, они поднимаются. И мы являемся частью этого. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Благослови свою семью. Благослови каждого, кто находится здесь и кто вне этого здания. Все, кто смотрит, благослови. Спасибо тебе за завершение этого сезона. Семья, поблагодари его, что этот сезон окончился. Аллилуйя. Я вам честно говорю, слава тебе, Иисус, за окончание этого сезона. Потому что этот сезон, честно, этот сезон для нас с вами был очень-очень нелегкий. Самый нелегкий из всего. Но я благодарю Бога, что мы опять с вами прошли. Опять сдали экзамен. И вот мы опять стоим, не двигаемся с места и ждем обещания Бога. Ждем обещания Бога. Мы благодарим тебя, Иисус, за все. Славим тебя. Эймен. Воздайте ему славу. Прекрасное время, чтобы жить. Не вздумай унывать. Мы живем в самое мощное время. Самое мощное время. Эймен. Присядь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова